Друзья, всем привет! Сегодня поговорим о коррозии. Постараюсь максимально коротко, не растягивая видео. Существует несколько типов коррозии. Мы сейчас рассматриваем металл алюминий, не берем внимания, который тоже имеет свою коррозию. Это коррозия на металле сквозная и коррозия поверхностная. Как с ней бороться, какие материалы применять, какой тип ремонта выбрать. По поводу сквозной коррозии. Металл. Нарисую сейчас целиком. На металле у нас есть лакокрасочное покрытие. Грунт, краска, лак, допустим. И там, где будет коррозия, в любом случае будут какие-то вспучивания лакокрасочного покрытия. Именно в зоне коррозии. Пока мы не проткнем вот это место, мы не поймем. Сквозная у нас коррозия, то есть там металла уже нет. Он отсутствует полностью. Либо же поверхностное. То, когда на металле только, допустим, из 0,8 мм коррозия сожрала 0,2 мм. То есть небольшие как бы кратерочки будут. В зависимости от этого мы выбираем разные подходы ремонта. Здесь у нас коррозия сквозная. Вот такой тип. Ткнули отверткой, поняли, что коррозия реально сквозная. То есть все, металла там уже нет. Пару путей работы. Самый простой это болгаркой расчищаем. Ищем под лакокрасочным покрытием, когда у нас начнется чистый металл. Вот эти зоны. Доходим до них. Чуть-чуть уходим левее и правее. Проверяем, что да, металл действительно чистый. Ограничиваемся ремонтом в этой зоне. Лучше всего этот металл полностью удалить. То есть удалить, чтобы края среза у нас были уже по чистому металлу. Там, где еще нет коррозии. Таким образом мы себе обезопасили от того, что коррозия может пойти дальше. Потому что она там осталась. После того, как удалили, мы определяемся, какой тип ремонта будет дальше. Если это будет восстановление металла, то есть мы будем делать латку. То мы обрабатываем, есть специальные баллоны для сварки. Они с содержанием цинка. То есть мы обработали со всех сторон, откуда подлезли старый металл. Новую латку с двух сторон. Приварили. И потом обязательным условием является после лакокрасочной обработки. Изнутри эту зону каким-либо образом произвести антикоррозионную обработку. В идеале это загрунтовать эпоксидным грунтом и окрасить. Потом обработать еще воском. Либо же, если нет возможности, а как правило нет возможности залезть, чтобы загрунтовать и окрасить, хотя бы хорошо обработать воском. Воском можно обработать через технологические отверстия. Ищем резиновые пробки в этой зоне, в подкрылках, в арках. Через лонжероны, рядом с лонжеронами пробки. Оттуда засовываем шланг и воском там все внутри обрабатываем воском, мавилию, то есть антикоррозионным составом. Это будет более или менее нормальным, адекватным ремонтом. Либо же, если нет возможности варить, либо же нет сварочного аппарата или опыта работы, вырезали кусок, очистили металл вокруг, с такой зоной сантиметров 15, чтобы у нас был голый металл. Загрунтовали его эпоксидным грунтом, если у нас весь металл опять же чистый. И работаем с эпоксидной смолой и стеклотканью или стекловолокном. То есть мы будем делать искусственную латку, то есть не металл, а из пластика, грубо говоря. Сделали эту латку, дальше работаем шпатлевка, опять эпоксидный грунт, перекрываем зону и дальше уже подготавливаем наполнителем к окраске. Ну, уже техпроцесс по покраске идет. Это как самый простой такой вариант, то есть когда мы полностью удаляем. Если же мы имеем вот тут вот взбугрившуюся краску, но тыкая отверткой, просто понимаем, ну шивон там, да, понимаем, что металл там есть, потому что насквозь ничего не проваливается. Мы точно так же болгаркой, либо же пескоструем, то есть в этом случае лучше лезть с пескостроем, если есть. Разрабатываем зону тоже сантиметров по 10, левее, правее, с чистым металлом, смотрим. Если пескостроя нет, я понимаю, что не у всех он есть, лепестковым кругом на болгарке, очищаем лакокрасочное покрытие, находим идеальную зону, то есть вот та зона, где у нас была вспученная краска, и там коррозия торчит у нас. То есть расчистили больше чистый металл, вот тут у нас чистый металл, а здесь конкретно коррозия. Вы сразу подготовили себе зону подшпаклевания, зону чистого металла. Эту коррозию, если нет пескоструйного аппарата, все равно нужно полностью удалять лепестковым кругом. Лепестковый круг работает более мягко, нежели зачистной круг, то есть вы аккуратнее будете снимать толщину металла. Взяли градацию 80-ю и аккуратно удаляете весь металл, в котором есть несквозная коррозия. Вот эти кратера. Пока вы эти кратера не уберете, что-либо дальше делать бесполезно. Но это как показывает практика. Потому что если просто почистить щеткой кругом, я делал такие опыты, ну два года отходит. Я вычищаю щеткой, насколько залезу, но все равно в саму глубину не залезу. Обрабатываю эпоксидным грунтом, отшпатлюваемся, отгрунтовываемся, красим. Два-два с половиной года и потихонечку опять мы видим вспучивание на лакокрасочном покрытии. Эти вспучивания нам дают те остатки коррозии внутри своих кратеров. Они все равно коррозия. Коррозия неостановима, в принципе, процесс, пока вы не вырежете этот кусок. А сварка – это принудительное введение коррозии в металл. Это будет такой замкнутый круг. То есть коррозия, если пошла, она все равно в этих зонах уже будет в дальнейшем продолжаться идти. Так вот, очистили либо пескоструем, либо болгарочным кругом лепестковым полностью, сняли весь металл, который имеет коррозию. Обработали это место либо кислотным потом наполняющим грунтом, либо эпоксидным грунтом высушили, отшпатлевали наполняющий грунт и красом. Тут такой ремонт. Какой именно грунт применять, эпоксидный или кислотный, есть видео. Кратко скажу лишь еще раз так, что это зависит от того, насколько сильной была коррозия. И уверены ли вы в том, что вы полностью убрали коррозию из металла. Если вы не уверены и сомневаетесь, тогда кислотный грунт, межсловная сушка, наполняющий грунт, волная сушка, риска, шпатлевка, эпоксидный грунт, наполняющий грунт и покраска. Такая схема. Если вы уверены, что металл идеально чистый, и там коррозии 100-500 тысяч процентов не осталось, эпоксидный грунт, риска, шпатлевка, наполняющий грунт и красим. Либо же шпатлевка, эпоксидный грунт, наполняющий грунт и красим. Все зависит от того, пробили вы эпоксидный грунт, первого слоя до металла или нет. В принципе, вот такая схема несложная. По поводу цинкарей, всяких там такого рода околоцинкарей веществ, в принципе, любое средство имеет право на жизнь. Цинкарь, он якобы вытравливает ржавчину, превращает оксидную эту пленку в типа цинковый слой, я работал ими, я ничего не могу сказать о них плохого. Но также и суперхорошего тоже, потому что после обработки таких цинкарен мест, где оставалась коррозия, все равно вылазило наружу. Поэтому, если верить технологам, то кислотник работает гораздо лучше. Но опять же, остается только доверять технологам, но на практике все равно 2-3 года, и в том месте, где была коррозия, если мы ее не вырезали, опять вылазит. И от этого никуда не деться. Поэтому же давать гарантию клиенту на то, что вы сделали ремонт, и там 10 лет ничего не вылезет, нельзя. Вы подставляете сами себя. Те места, которые с коррозией, давать гарантию можем максимум, реально максимум на год. Иначе вы сами себя подставляете. А в плохих случаях, когда вы вообще просто машинкой чистили ржавчину, быстренько кинули шпатлевки, наполняющей грунт и покрасили, ну полгода, и ждите в этом месте опять отслоения шпатлевки, еще большую зону ржавчины и всего остального. Как халтура, которая прокатывает для перекупов, вот от перекупов машины приходят пороги, это все заваленное гравитексом. Под гравитексом коррозия хорошо разрастается, но за счет крупной структуры гравитекса мы просто не видим, что там внутри происходит. А когда уже прямой машиной тряпкой там протираешь, пальцем тыкаешь, а там уже металла нет, все еще пока что держится на гравитексе. Поэтому если вы видите вот такие вот зоны гравитекса на порогах и на дверях, это ржавые и пороги, и двери. Просто так гравитекс с крупным слоем класть никто не будет. Это так, на всякий случай, для тех, кто еще в этом сомневался или не знал. В принципе, с коррозией борьба довольно-таки узко ограниченная рамками. То есть, что можно сделать, чтобы коррозии не было хотя бы определенное энное количество времени. То есть, вырезать полностью, убрать. Это в любом случае все сводится к тому, что надо убрать очаг коррозии. То есть, либо его вырезать и выкинуть, либо его вычистить, и у нас еще остался запас металла. В остальных случаях больше мы ничего не сделаем так, чтобы можно было дать некоторую гарантию на некоторое время. На этом у меня сегодня все. Всем спасибо за внимание. Желаю удачи. Пока.